Здравствуйте! Вы смотрите телевизионное епархиальное обозрение. Многими праздничными событиями была отмечена жизнь в церкви и нашей детской епархии на минувшей седмице. 13 декабря празднуется память святого апостола Андрея Первозванного. Архиерейское богослужение в этот день в храме иконы Пресвятой Богородицы Живоносный Источник возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Апостол Андрей – небесный покровитель Одесской духовной семинарии, который в этом году отмечает свое 180-летие. 10 декабря владыка Агафангел совершил божественную литургию в престольный праздник в храме Курска коренной иконы Богородицы Знамения. 6 декабря православная церковь чествовала святого Александра Невского, великого князя и полководца. В тезаменитом храме Одессы возле 411-го военного госпиталя на праздничную литургию собралось множество прихожан. Откликнитесь, милосердные сердца! Людмила Бахшиева молит о помощи для своего больного сына. 13 декабря православные отмечают день святого первозванного апостола Андрея. Имя первозванное апостол носит потому, что первым был призван Христом и первым последовал за ним. Семинария Одессы названа в честь апостола Андрея Первозванного, свидетеля земной жизни Спасителя, его верного ученика, брата апостола Петра. Для Одесской духовной школы день памяти апостола Андрея праздник особого значения. 13 декабря по традиции совершается праздничное богослужение и затем концертная часть мероприятия в актовом зале семинарии. Короткий сюжет смотрите сегодня, а более подробно смотрите в следующем выпуске Тео. В день памяти святого апостола Андрея Первозванного, высокопреосвященнейший Агофангел, митрополит Одесский-Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Святоуспенского Одесского мужского монастыря. Здесь в обители хранится великая святыня православного мира, ковчег со стопой святого апостола Андрея Первозванного. Святыня более ста лет назад прибыла в Одессу со святой горы Афон. Андрей, будущий апостол, был обычным рыбаком. Его очень интересовали ответы на многие духовные вопросы, поэтому он стал учеником Иоанна Крестителя. Андрей следовал за пророком, и однажды во время крещения людей в Иордане он наконец увидел, как учитель указал на Иисуса и сказал «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Андрей был призван и последовал за Христом Первый. Святая Церковь так прославляет первого избранника Христова. Тайноучитель Божественного строения Христова. Избранный первых ученик быти слова. Андрей Боговидец. Мы особенно чтим святого апостола Андрея Первозванного. После сошествия на всех апостолов Святого Духа, именно апостолу Андрею было указано распространять Слово Божие на части Балканского полуострова и в Скифе, то есть в Киевской Руси. Когда апостол Андрей дошел до места, где ныне расположен Киев, он сказал «Здесь быть граду великому. На горах сих воссияет благодать Божия. Господь просветит землю сию крещением и воздвигнет много церквей». Благословив Киевские горы, на одной из них он водрузил крест. Поэтому все православные нашей земли почитают святого апостола Андрея своим небесным покровителем. Одесская духовная семинария, которая в этом году отмечает свое 180-летие, названа в честь Андрея Первозванного. Сегодня центров теологического образования существует совсем немного, и важно, что один из них находится именно в Одессе. Так Андрей Первозванный принес учение Иисуса Христа на нашу землю, продолжает его нести и через выпускников Одесской духовной школы. Иисус Христа на нашу землю, приуроченный к празднику. В воскресенье 9 декабря в главном храме Успенской обители состоялось возложение рук архиерея на студентов с молитвой об их дальнейшем служении. Степень часа в церкви – первая степень священства, которая предполагает чтение на богослужении священных текстов, а также их толкование. Студенты 4 курса сподобились принять хиротесию или поставление в очтецы от рук владыки Агафангела. Подробнее в нашем сюжете далее. 9 декабря в воскресный день митрополит Одесский и измыльский Агафангел совершил чин пострижения в чтецы учащихся выпускного курса Одесской духовной семинарии. Господи Божию Вседержителю, избирь работу и сихо, и сатихо, и даже им со всякой мудростью, и разумом божественных в Твоей слове споучения и почитания творить, сохраняя их в непорочном жительстве, милости и щедротами. И человеколюбим, и для народного Сына Твоего, с Евжием благословенности, со Всесвятым и Благим и Жертвящим Твоем Духом, ныне и признать его веки рекомендуем. Традиционно, накануне праздника Святого Апостола Андрея, когда в Одесской духовной семинаре совершается свой годичный акт, происходит одно из самых важных событий в жизни наших выпускников. Они принимают первую степень священства, их постригает Владыка Митрополит в чтецов, и именно с этого дня начинается празднование нашего юбилея, 180-летие со дня основания Одесской духовной семинарии. Безусловно, меня переподнали весьма ответственные чувства, поскольку с сегодняшним постригом Владыка Митрополит преподал нам священную обязанность, какая бы там не сложилась у всех у нас всегда, после окончания духовной школы, участвовать при богослужениях чтением, пением, и, безусловно, для всех это означает то, что теперь мы связаны с Церковью, священной обязанностью участвовать в богослужениях. Это был очень волнительный и душещипательный момент. Для меня этот шаг очень важен, так как это является дверью к дальнейшему служению пастырскому. Владыке очень благодарен за такую возможность, именно от его рук принять это посвящение – это очень важно. Также Владыка Митрополит в сослужении ректора Одесской духовной семинарии Архимандрита Серафима и братья обители в священном сане совершил божественную литургию, во время которой будто одной общей душой студенты причастились к телу и крови Спасителя. Преподаватели же поистине радуются этому живому опыту своих учеников, когда в Таинстве Евхаристии все воссоединяются с Господом, а через Него и друг с другом. Сегодня мы причастились к этой Христовым Таин, наслужили божественную литургию, которую возглавил наш тудык Митрополит Нагофангел. Сегодня мы соединились с Христом, и сегодня наши выпускники переступают особый для себя предел, с которого они начинают жить, согласно всех канонов Церкви, готовя себя к священству, к тому подвигу, на который призывает и Христос, по стопам святых апостолов, для того, чтобы спасать свою собственную жизнь и спасать жизнь тех людей, которые будут по воле Божьей вручены их священнические руки под их пропечение пастырское. Далее с Божьей помощью и надеюсь в дальнейшем послужить Матери Церкви на том месте, где Господь меня не призвал. Ты видишь смысл своей жизни в дальнейшем в священническом служении? Конечно же, конечно же. Ради этого и поступал в семинарию, и без этого уже своей жизни не верю. Отныне в их священные обязательства входит каждодневное чтение Священного Писания, дабы, став искусным в знании богословском, уметь дать достойный ответ всякому вопрошающему. Мы желаем сегодня нашим чтецам, чтобы кроме того, что они обязаны будут читать Священное Писание ежедневно теперь, это будет их главной обязанностью, чтобы то, что они усваивают, то, что они читают, давали тем, кто нуждается в их помощи, кто нуждается в науке богословия, потому что чтец – это уже и учитель. И, соответственно, он уже может не только читать, но и толковать то, что он читает тем людям, которые обружают его. Дорогой нас, Владыка, хочу поблагодарить вас за посвящение нас всех в первую степень священства, и сказать, что для нас это большая радость и честь, что Господь, Бог, сподобил именно принять это посвящение от ваших рук, потому что вы для нас являетесь примером, добрым пастырем, а также нашим духовным отцом. Благодарим вас, Владыка, и сплава и деда. Блаженни, милостивы, якоти и помиловы не будут. Такими словами возлюбленные во Христе братья и сестры, Господь и Бог наш Иисус Христос призывает каждого из нас благотворить всем без исключения людям. Осенью этого года к нам в программу обратилась одинокая мать Людмила Бахшеева с мольбой о помощи своему 12-летнему сыну больному ДЦП. Сегодня Людмила вновь вынуждена просить о помощи. Более подробно рассказывает наш корреспондент. Героиня нашего сюжета – Людмила Бахшеева, мама, счастье которой окутана темными тучами скорби о своем 12-летнем сыне Данииле, которому врачи поставили страшный диагноз ДЦП. Меня зовут Людмила, я мама Данюшки, у него есть проблемы, он болен ДЦП. Ребенок болен с рождения, но был шанс, и мы его вытянули, насколько это было возможно. Временно мы проживаем в этом городе уже полгода. На протяжении того, что дома возникают конфликтные ситуации, все близкие хотят, чтобы я сдала ребенка в специализированное учреждение, так как уже физически тяжело его поднимать. Я ращу двоих детей у меня младшему, 4 годика. Они хотят, чтобы я поднимала больше младшего, а перестала заниматься старше. С этим ребенком 24 часа в сутки я занимаюсь непосредственно, у нас 3-4 раза в день я разминаю его, и непосредственно на данный момент мы проходим реабилитацию под городом, это Хаджибей. После этих реабилитаций очень хороший снижается тонус, то, что тонус мешает ему расти. У него результат, он мизерный, но он есть. Это его рост, и объем движений у него появляется больше. Благодаря ежеминутной, внимательной заботе матери и ее горячей любви, юный сын Даниил, несмотря на свою тяжело излечимую болезнь, радуется каждому мгновению своей жизни. Мы уже рассказывали о Людмиле и ее сыне Данюшке и просили помочь им сражаться с болезнью. Сегодня Людмила обратилась к нам снова, чтобы поблагодарить всех, кто откликнулся на мольбу о помощи и рассказать о том, насколько изменилось состояние ее сына Даниила за прошедшие три месяца. Люди отозвались, и я очень всем благодарна за помощь моему сыну. Был результат, снизился тонус, и он стал позитивнее и эмоциональнее. Нам прививали, наверное, с детства, что надо помогать нуждающимся и ближним. Когда мы ходили в церковь и помогали нуждающимся, которые стояли и просили милосты. Восемь лет помощи я добивалась колоссального результата. У ребенка дался рост, тот, который на его возраст должен быть. Состояние здоровья Даниила улучшилось. Это очень радует и его, и маму. Но обстоятельства таковы, что надо в лечении двигаться дальше. И Людмила вновь вынуждена просить нас о помощи. Ребилитация в ближайшее время, это мы должны быть в Трусковце. Это клиника Козявкина, которая очень дает сильный и хороший результат. Обращаюсь к вам за помощью, как к волшебникам, наверное, как в то, что вы сотворите чудо какое-то. Предновогодние праздники. Как когда-то в детстве нам говорили, что мы в эти дни получаем какое-то счастье, удовольствие, какие-то подарки. С рождением моего старшего сына в эти праздники, и в любые праздники, в свои дни рождения, у меня единственный был подарок, чтобы мой ребенок хоть чуть-чуть ему было легче, чем он есть. И в каждом есть вера во что-то светлое и доброе. Вот я верю, что каждый человек проникнется, не важно кто он, не важно, какой он должность занимает, не важно, в низах он или в верхах. Важно то, что в нем есть человечность и доброта, которая всегда воздается, не в зависимости материальном, здоровье или в чем-то. Ведь Бог не свою доброту делает через руки дающих. У меня единственная вера — это в то, что мой ребенок не будет мучиться от боли, которую он испытывает. Я не скажу, я могла бы вам рассказывать, что мой ребенок может потери, что-то еще. Я скажу, что я прошу, чтобы он не мучился всего лишь от адского тонуса и не плакал, а смеялся, как он смеется сейчас. 20 тысяч гривен — это деньги, надо найти, которые помогут ему и не дадут упустить шанс, то, что уйдет результат, которого добились мы благодаря вам, вашей помощи, вашей поддержке и вашей вере. Добрые люди делают этот мир добрым, меняют его, помогая тем, кому в силах помочь. Именно в нас, в нашей доброте и отзывчивости, сейчас нуждается мама и ее сын, Людмила и Даниил. Нам надо помочь, чтобы они выстояли в борьбе за здоровье. Они сильные, но без нас им не обойтись. И мы должны помнить всегда о том, что суд без милости будет всем, не оказавшим милости. Давайте же все вместе поможем Людмиле, чтобы ее Данюша испытывал святую радость чистого, безвинного и непорочного детства. Мы вам на бутербродик. Спасибо. Реквизиты для помощи. Бахшеев Даниил. Банк получателя «Ощадбанк». Номер карты. 5167-4901-9533-5980. Банк получателя «Приватбанк». Номер карты. 5168-7427-1951-4204. Владелец карт. Бахшеева Людмила Владимировна. Телефон. Плюс 38-095-443-4443. Людмила Бахшеева. Мама Даниила. Царица Небесная непрестанно ходатайствует за каждого, кто старается жизнь свою вести согласно заповедям Христовым. И даже в годы испытаний, трудностей и проблем Богородица, как родная мать, не оставляет своих детей, но становится для всех стеной нерушимой и необоримой. 10 декабря празднует свой престольный день приход храма в честь иконы Божьей Матери Знамени при Одесском Институте финансов. В день торжества состоялась архиерейская божественная литургия. У входа в святой храм архипастыря встречает боголюбивый народ с цветами, хлебом, солью. Митрополит приехал возглавить божественную литургию, разделить с народом радость престольного торжества. С тех пор светлый образ сияет повсюду, и много чудес было явлено люду, и вера и огонь не исчез, не угас. Сегодня же праздник престольный у нас, его мы в декабре всегда отмечаем. С любовью и радостью мы вас встречаем. Вновь двери распахнуты, светится храм. Храм достаточно молодой, 12 лет всего и навсего ему, расположен в очень удивительном месте, на черебушках. Храм наполняется людьми, потому что каждый из нас родом из детства, каждый из нас помнит то, как он спешил к своей родной мамочке, чтобы она его обласкала, чтобы она выразила свою любовь. Когда мы вырастаем, мы тоже израненные жизненными какими-то обстоятельствами, тоже спешим к нашей родной маме и Царице Небесной, чтобы она опять-таки нас приняла, окутала своей любовью, теплотой, заботой и лаской. И поэтому вполне естественно, что храм в эти дни наполняется народом, наполняется людьми, которые возносят свои молитвы к Богу. Отметим, что приход храма достаточно сплоченный, объединяет не только богослужение, но и благотворительность и проповедь Христа миру. Прихожане храма очень активны, они участвуют в жизни храма, помогают своими какими-то посильными трудами, которыми могут помочь храму. Храм развивается, священники нашего храма также окормляют и интернаты, и приюты, и женскую колонию, поэтому кроме того, что священники находятся в этом храме, несут богослужение, регулярное дежурство, вместе с этим они еще несут особое социальное служение, особое слово Христа в этом мире, где нуждаются люди. Даже там, где, казалось бы, ад человеческой жизни в колонии. Храм – это Святой Дом Божий, врачебница, где обретается нужное утешение, корабль, сохраняющий в бурных волнах Житейского моря. Также это и родной дом, где всегда тебя, как маленького ребенка, с радостью и теплом ждет родная мама. Храм, как мы знаем, он не в бревнах, а в ребрах и в сердцах человеческих. Мы надеемся, что эти маленькие прихожане, которых сегодня приносят в нам храм для причащения святых христовых тайн, возрастая, будут становиться православными христианами, не только потому, что их когда-то крестили и носят крестик на шее, но их жизнь будет соответствовать тому евангельскому идеалу, который оставлен нам Господом нашим Иисусом Христом. И эти люди никогда не пострамят свои веры, никогда не сделают так, чтобы их причистая матерь лила слезы о них. Мы стараемся часто приходить, стараемся каждое воскресенье по праздникам приходить. Ходим в этот храм уже очень давно и всегда приходим сюда как к себе домой, очень большая благодать, очень нам нравится в этом храме, деткам хорошо, уютно. Причащаете ребенка? Да, стараемся часто причащать каждое воскресенье ребеночка, старшая дочка у нас со старшей дочкой кредели, сейчас и с младшенькой. По родителям сейчас есть с чем сравнивать мир и храм, да, где есть благодать, а где ее нету, и она с каждым годом все тает и тает в миру, поэтому народ и тянется к Богу, душа, она тянется к какой-то чистоте, к светлости, поэтому люди приводят деток своих. В период, когда мы шествуем по непростой тропе рождественского поста, нам предлежит проделать огромный труд над своими душами, над своим внутренним миром. Стоит навести порядок также в своих семьях, и тогда только, когда в наших домах и сердцах будет царить желаемая тишина и долгожданный мир, и в нашей стране ситуация изменится к лучшему. Наш народ обязательно будет удостоен Божьего знамения, которое принесет спасение. Мы, как говорит святый апостол в послании, нас почитают мертвыми, мы живы, нас припинают, а мы благословляем. Мы всегда верим и видим перед собой образ распятого, уничтоженного Христа Спасителя. Мы сильны духом, и Господь с теми, кто с ним, и так будет всегда. Поздравляю вас с этим праздником, при чистой честь, в честь чудной иконы, я желаю всем вам здравия и спасения мира, спокойствия Духа, веры, что Божья Матя с нами, об этом свидетельстве чудной иконы. Верим и твердо знаем, что наш народ обязательно обрящет утешение и возблагодарит Богородицу, явившую чудное знамение нашего спасения. 6 декабря Православная Церковь чествует святого Александра Невского, великого князя и полководца. В Одессе храм Александра Невского расположен возле 411-го военного госпиталя на улице Пироговской. Церковь была заложена еще в 1897 году, и находящиеся на исцелении в лечебнице военнослужащие, отправляясь в дальние походы или возвращаясь домой, всегда посещали храм, чтобы благодарить Господа и поставить свечу великому воину, святому Александру Невскому. В этом году традиционно 6 декабря в храме была совершена праздничная божественная литургия. Храм Александра Невского возле 411-го военного госпиталя в Одессе был заложен более 120 лет назад на средства военно-началия и ухаживающих в госпитале за больными прихожан. В советское время церковь была закрыта в 1947 году, а начиная сентября 1999 года по согласованию с руководством Южного оперативного командования здание передали православным верующим. Через три года восстановленный храм был освящен и здесь вновь зазвучала молитва, которая звучит во всех храмах Украинской Православной Церкви каждый день за богохранимую страну нашу, власти и воинство и я. 6 декабря традиционно в Александра Невском храме совершается божественная литургия в день памяти святого Александра Невского, защитника Отечества и горячего молитвенника. Александр Невский стал защитником земли и народа в тяжелое время для Отечества. С одной стороны нашествие монголов, а с другой – угроза военного вторжения из Европы. Когда родная земля страдала от нашествия Батыя, шведы воспользовались ситуацией и вторглись в ее пределы. Александру Невскому на то время было 20 лет. Молодой полководец провел долгое время в молитве и получил благословение на битву со шведами. Дружина Александра разбила огромное войско в 1240 году на реке Неве. В честь этого события Александра прозвали Невским. Западные границы были надежно защищены от вторжения крестоносцев, которые не могли еще долго смириться после таких крупных поражений. За всю свою жизнь князь не проиграл ни одной битвы. Кроме того, не раз проявил дипломатический талант. Александр Невский со своим отцом Ярославом заключили союз с Батыем, чем отвели в то время угрозу от родных земель. Великий князь скончался по дороге из Золотой Орды в 1263 году. Перед своей кончиной он принял схему с именем Алексий. Казалось бы, братья и сестры, мало прожито человеком, ведь в 43 года прожил Александр Невский. И за 43 года он успел садрить те добрые дела, которые имя помнит по сей день. Имя, которое принял князь Александр Невский в схеме Алексий полностью соответствует его непростой и напряженной жизни. Оно происходит от греческого слова «отражать», «предотвращать» или «защищать». Всю свою жизнь Александр Невский положил на то, чтобы отразить опасность от своего народа и защищать его от бедствий. В день памяти Александра Невского почитают погибших воинов. Это время приходится на дни рождественского поста, которым православные верующие стараются возвыситься над своей плотью в подражании святым подвижникам Христовым, каким является и святой благоверный князь Александр Невский. Время пролетает быстро. Эту фразу мы слышим чуть ли не ежедневно, и не менее часто эта банальная, казалось бы, мысль посещает и нас самих. Особенно быстро время проходит в компании родных, близких друзей и любимых нами людей. Но в то же время иногда мы замечаем, что время как бы замирает и тянется очень долго. К примеру, когда человек находится в одиночестве, или напротив, среди множества людей, допустим, в длинной очереди, но изнутри мучается все тем же одиночеством и бессмысленностью происходящего. Проанализировавши сказанное, задумаемся, братья и сестры. Сейчас идет рождественский пост. Многие стараются в меру силы здоровья поститься и усиленнее посещать воскресные и праздничные богослужения. Однако для кого-то церковная молитва проходит в одно мгновение, а кому-то минута кажется вечностью. С чем же это может быть связано? Причин много. Это и усталость, и непривычка долгого стояния на месте, но, пожалуй, первое – это тепло-хладность и недостаток любви к Богу. Ведь, встретившись на улице с любимым и близким нам человеком, мы готовы от преизбытка радости стоять и разговаривать часами, не замечая движения стрелок часов, а если нам тяжело и неинтересно на службе, то значит Бог пока что еще не столь близок и любим нами, пока что любовь еще односторонняя и не обоюдная. Но не будем уновать, дорогие братья и сестры, а прославим Божию благость и долготерпение. Ведь одна мысль о том, что Отец Небесный столько времени ждет, пока наше стояние и чтение молитв станет подлинным исправлением и богообщением, уже умиляет наши сердца и тоже, по сути, является молитвой, и прославлением Творца. На этом наш выпуск подходит к концу. Напомним, что на этой седмице 17 декабря Православная Церковь празднует День памяти Святой Великомученица Варвары, 19 декабря – День Святителя Николая Чудотворца. А 22 декабря Церковь совершает празднование иконей Божьей Матери, именуемой Нечайная Радость. Больше новостей о жизни Одесской епархии смотрите в следующем выпуске ТЭО через неделю и читайте на сайте Епархия ОДЮЭЙ. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok